В преддверии Дня гражданской обороны, который в России ежегодно отмечается 4 октября, биробиджанские спасатели открыли для посещения некоторые объекты ГОИЧС на территории города. Ученики 10-й школы не упустили возможность посетить подземное убежище, расположенное за зданием обувной фабрики. В ходе экскурсии ребята узнали о том, что в случае военных действий или чрезвычайной ситуации в данном сооружении смогут укрыться 950 человек. Вход в убежище защищают массивные стальные двери, которые школьники попробовали закрыть самостоятельно. Укрытие рассчитано на пребывание граждан в нем в течение двух суток. Для этого есть все необходимые системы жизнеобеспечения. В отдельном помещении емкости с запасом питьевой воды из расчета 3 литра на человека в сутки. Массу эмоций у ребят вызвал запуск систем вентиляции и фильтрации воздуха. Данное убежище относится к четвертому классу защиты и способно оградить укрывающихся от всех известных факторов воздействия оружия массового поражения. Толстые стены способны снизить уровень воздействия радиации в тысячу раз. На случай отключения электричества в укрытие есть дизельная электростанция. Подобная экскурсия на объекте ГОИЧС не последняя. В преддверии профессионального праздника спасатели проводят месячник гражданской обороны, в ходе которого будут организованы увлекательные экскурсии для всех желающих. Все наши объекты будут открыты для посещения. Поэтому учителя в школах, в институтах мы всех приглашаем. Наши двери открыты. Мы готовы рассказать и показать, чем занимаются подразделения МЧС России, в том числе на территории Еврейской автономной области.